всем привет мы продолжаем играть на ферме это у нас 17 серия находимся мы на карте фарм таун 20 по-прежнему да и в принципе никуда отсюда и не уходим ну собственно говоря что у нас здесь спустя столько времени произошло ну во первых сейчас у нас уже почти вечер я хотел начать съемку буквально с утра но не тут то было срочное задание у нас сейчас появилась поэтому хочу это все заснять на камеру давайте все по порядку значит хочу сейчас отвести поддоны за кадром я значит пошел нарубил деревьев очень много загрузил вот эту лесопилку загрузил по полную так и из этого у нас что получилось я где-то сутки промотал целый прицеп поддонов у нас на на производилась и также продолжает производиться и вот здесь еще остался один это что касается поддонов и как раз как раз во время промотки я обнаружил вот такой вот скажем так скачок в цене 1416 такого у нас еще не было цена в принципе поднималась я хотел посмотреть на какой отметке она собственно и остановится вот в итоге она становилась на цене 1416 и незамедлительно я решил все-таки воспользоваться этим моментом и продать о смотрите у кого-то растет здесь картошка наверное ли свекла продать все подобные которые у нас есть так как у нас сейчас минус 36 да еще и сейчас в полночь еще заберут 50000 поэтому нам надо как-то выкручиваться значит вот на этой полянке я срубил достаточно в большом количестве количестве скажем так в деревьев вот как вы сами видите да смотрите сколько их здесь здесь и стружка летит от них ее потом можно будет собрать вот в общем полянку я довольно таки неплохо почистил деревьев изначально взял в аренду мини такой лесоруб но в итоге с ним было неудобно и прикупил вот такую вот самодельную пилу на приводе от трактора очень довольно таки удобная штука но в итоге в конце концов есть такие деревья которые не поддаются вот этой пиле и приходилось вот такой вот пилой ручной это все подрезать ну и в итоге арендовав еще один большой прицеп прицеп который влазит буквально вот такие вот большие длинные деревья не надо их пилить чистить от веток сразу буквально загрузил и все сам прицеп находится вот здесь сейчас я вам его покажу вот собственно вот такой вот прицеп это удлиненный он был немножко переварен потому как изначально он был где-то вот до сих пор ребята заварили и дали попользоваться вещь довольно таки удобная и также взято все в аренду так что еще здесь я подготовил несколько еще лишних бревен которые не зашли в лесопилку я их почистил как видите вот стружка 5 от них от этих веток ну вот здесь есть очень большое дерево пока я его суда временно складировал и вот еще пару березок здесь тоже они не чистятся от веток поэтому их сторонку кстати здесь здесь сейчас у нас подросла трава их надо будет эти деревья как-то убрать в стороночку давайте наверное мы их уберем чуть-чуть вот поближе вот сюда потому что там сейчас будет производить за работа по покосу травы работник сейчас будет работать а мы с вами тем временем будем отвозить поддоны на продажу вот так все достаточно давайте запрягать так нам кстати как раз нужен вот этот мощный трактор поэтому 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 не получится поехать с ним на продажу так тогда вот что мы сделаем кстати надо будет и этот убрать или этот не мешает я думаю этот прицеп не мешает пока что так а нам необходим обязательно противовес на задние на заднюю часть трактора потому как косилки довольно таки тяжелые и требует очень много мощности и трактор просто иногда перевешивает а кстати говоря погодите стоп зачем нам противовес если мы можем сделать немножко по-другому я тут хотел попробовать один вариант так сразу же можно прицепить вот такую вот штуку чтобы потом два раза не ездить даже не два а три получается потому как показ потом волкование а потом тюковка это три раза а так мы сейчас попробуем вот таким вот образом сразу же как говорится двух зайцев за один раз посмотрим что это нам даст так курс у нас называется лук-харвест то есть покос луга так здесь все правильно ну что ж давайте пробовать все должно заработать так и трактор то тоже надо будет убрать так ну-ка курс я делал сам курс выглядит у нас вот таким вот образом я сам катался вот но и собственно говоря это намного удобнее чем делать и маркеры потом мы это все рассчитывать вот так намного проще сейчас он будет работать по курсу которому я сам собственно ехал и увидите результат сами после того как он закончит так значит сейчас мы убираем этот трактор берем другой и едем на продажу там у нас по цене цена пока дешится надо успеть это все продать до того как у нас цена не упадет это самое важное сейчас по крайней мере а вот что еще хотел сказать за кадром я также этот лук подкосил и в итоге смотрите что мы получили мы получили 50 тюков тюков смотрите все они складированы здесь вот я их складировал аккуратненько ровненько чтобы они пока здесь временном находились так как где наш еще один трактор вот он кстати я и забыл что он здесь приспособление в принципе можно пока что оставить в этом месте оп аккуратно по траве не едем не приминаем так и конечно желательно какой-то противовесик может быть захватить давайте вот этот возьмем заберем его вот видите да работник поехал поехал так как ехал я то есть буквально куда мне надо было там я ехал то и косил то есть обычный работник так не будет ехать он будет ехать строго по полю или там по маркерам а вот я ехал конкретно там где нужно очень удобная вещь кстати говоря что самое интересное вот этот размер косилки соответствует размеру волковой жатки что очень удобно еще раз повторяюсь две две операции сразу за один раз можно делать здесь у нас вмещается я не знаю раз два три четыре но где-то может быть двенадцать подонов потому как они сами видите не стандартным способом загрузились кстати на 31 поле у нас уже растет трава кто не знал вот будет трава то мы будем делать тюки и на тюках пока месте зарабатывать вот а на первом и шестьдесят пятом поле на котором мы в прошлой серии работали там у нас будет ну как будет уже растет пшеница ячмень в дальнейшем планирую засеять значит эту самую подсолнух засеять так как из подсолнуха оказывается можно делать масло здесь в этом заводе а масло кстати довольно таки дорогое я что-то обратил внимание смотрю масло на масло чуть ли не там две тысячи думаю как оно же делается из семечек это же элементарно посадил подсолнух собрал урожай и отвез это все на завод и все и получаем потом есть у нас варианты производства сахара потом еще какой-то желтый сахар потом крахмал и вроде бы как мука а вот насчет муки сомневаюсь но насчет кархмала точно есть крахмал сахар один сахар другой они очень это очень дорогие культуры так а мы вообще туда едем мне кажется мы мы вообще не туда поехали мы проехали я смотрю что здесь ух ты смотрите какой лужовый здесь обалденный какой большой лук я смотрю что то у нас здесь незнакомое мы кажется вот нам надо было сюда повернуть но ничего страшного сейчас вернемся я думаю сразу будем продавать так как поддонов у нас больше нет а цена я боюсь что она просто упадет вот поэтому продаем сколько есть потом в дальнейшем можно будет опять под накопить большое количество ящиков смотрите здесь тоже поля такие большие обалдеть что это за поля а это тридцать четвертое поле ничего себе так поддоны где у нас поддоны поддона вот следующий следующий заезд так и выбираем нам надо вот сюда так вот отлично все и продажа пошла пошла продажа так надо будет здесь немножко навести порядочек чтобы они все равномерно продались и не допустить ни в каком ни в коем случае что называется такой опа небольшой перерыв между продажей первой и второй продажи ну короче вы меня поняли смотрите что здесь творится так я смогу отсюда выехать или нет так все нормально выехать мы выехали сейчас мы поправим поддоны обратно что-то они как-то в текстуре смотрите застряли когда мы выгружали но ничего страшно сейчас они все продадутся и и пропадут вот вот так вот прям на триггер вот все смотрите и мы уже вы еще чуть-чуть выходим в плюс это уже хорошо так цена у нас я думаю не падает да она упадет уже с того момента как остановится продажа смотрите например у нас есть под этот масло которое продается за 1400 есть сахар в принципе недорогой это наверное крахмал это желтый сахар вот так же есть у нас какой-то жмых я так понимаю или это или это и еще как то что то называется я вот из этих культур не помню что у нас здесь за название как же их посмотреть если вы ребята знаете напишите как как узнать что это за культуры и как они называются так отлично плюс в плюс мы вышли но в принципе радоваться рано так как у нас сейчас будет полночь и опять заберут пятьдесят тысяч вот поэтому поэтому я думаю хотя бы тысяч тридцать тридцать пять мы выйдем сейчас в плюс так низкий уровень топлива у нас уже так опа погодите а этот подон как оказался здесь случайно наверное попал так ну все в принципе мы можем отправляться по истечению продажи нам сообщат сколько мы в принципе заработали так а сейчас отправляемся на базу проверяем как работает наш работник там вот ну я собственно тогда буду дожидаться созревания полей вот и уже следующей серии мы с вами начнем с того что будем убирать поля будем косить самое наше большое поле тридцать первое которое у нас еще изначально было в нашей собственности а те остальные поля мы с вами продали и оставили вот только три я хотел конечно и первое и шестьдесят пятый тоже продать но в итоге в итоге я понял что нам пока одного поля будет мало потому как нам нужны и другие культуры для того чтобы и прокармливать наших свиней вот потому что свиней у нас очень много и не прокормив их мы скажем так очень много потеряем кстати надо будет сейчас наведаться посмотреть что у них там там наверное насорили ужасно семьдесят девять тысяч обалдеть смотрите доход вот это доход ну короче где-то восемьдесят тысяч за вот такой прицеп с досками то есть мы окупили и аренду техники которую мы взяли на на работу лесоповала но и сами подзаработали что называется так что сейчас будем делать давайте проверим что у нас там работник как он там справляется или нет это раз и потом посмотрим что у нас со свинками ну собственно вы сами видите да результат уборки данной территории которую я в принципе я хочу ее переписать я уже знаю как ее переписать немножко по-другому без вот этих вот закруглений но уже знаю как то есть то что это все работает это мы уже видим я уже вижу это второй раз так как за кадром уже убирал вот ну и с такого небольшого кусочка луга мы имеем пятьдесят тюков а это как-никак сорок тысяч ну это если считать по восемьсот за тюк не за тюк а за одну тонну силоса если цена конечно будет подниматься это будет уже больше если опускаться конечно соответственно меньше так что у нас по кстати ну ка интересно цена на доске 1136 смотрите сразу рухнула буквально даже в белый цвет пошла мясо дорогое смотрите почти 3000 охренеть можно это мясо это у нас колбасные изделия или что это вообще такое так а все смотрите работник приехал но даже нам привез немножко дерева откуда он взял это дерево так будет здесь складировать так как он сюда приехал это значит что он уже закончил мы его останавливаем так это нам надо сложить и так же вот эту всю аппаратуру выключить так ее мы оставим здесь так а сейчас мы заберем с вами тюковщик и по тому же курсу включаем тюковщик то есть ой все очень элементарно ничего сложного написали курс запрограммировали на под оборудование и все в принципе работник дальше сам справляется вам только нужно контролировать и присматривать проверять что да как здесь идет и если что то корректировать вот так хорошо сейчас мы его запустим буквально заново можно даже вот так вот так начать так запустить а нет стоп он не хочет ну ка тоже не хочет все следующий ближайший так ну ка тоже не хочет да шо ж такое вот все поехал отлично все теперь работник делает нам тюки мы потом это все соберем и опять же складируем и в один день прекрасно это все продадим ну что ж на этом с вами я хочу попрощаться на сегодня у нас серия заканчивается я вам показал все что было за кадром и все что происходит у нас и вообще произошло в течение всего времени техника у нас прибавляется денежки потихонечку мы зарабатываем и в дальнейшем будем выкручиваться из этой долговой ямы как я вам и говорил так и напоследок я хочу посмотреть что у нас со свинками смотрите 127 свиней в плюсе вот эти все 127 свиней мы должны продать воды у них много так как я еще давно туда привез кстати я приобрел большую бочку на 20 тонн и три раза съездил заполнил на 60 тонн и в итоге вот 45 осталось чистота уходит соломка еще есть и остальное все по нулям производительность 10 процентов очень плохо ну что ж я надеюсь все будет хорошо увидимся с вами в следующей серии всем удачи и всем пока удачи 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 а удачи